Культурная дипломатия в США настоящий ажиотаж вокруг картин украинских художников, которые впервые выставили в Нью-Йорке. О событии, которое наделало немало шуму среди журналистов и искусствоведов Дмитрия Нопченко. Безумный день в Нью-Йорке. Все как всегда. Конец недели и пробки в городе просто нереальные. В ООН в этот день. Редкий случай. Сразу три заседания Совета Безопасности. Одно за другим. Но как только они заканчиваются, украинский посол при Объединенных Нациях по пробкам едет на Бродвей. Успеть бы на открытии выставки, от которой столько ожиданий. На жаль, и это нужно признать, что Украину знают больше через негативы Чорнобыля, страдания, конфликты, агрессии России. И тут весь час. Мы хотим, чтобы нас пожалели и полюбили за то, что мы такие несчастные. А на самом деле у нас есть очень много позитивных причин. Это единственная на всем восточном побережье галерея, владелец которой украинец. Тут часто выставляли работы тех, у кого украинские корни. Но знаменитыми они стали, увы, лишь эмигрировав из страны. И лишь сейчас, действительно впервые, в Нью-Йорк привезли картины людей, которые пишут на родине. И уезжать не собираются. Вот, к примеру, Бабак и Матвеев. Работы которых приняли с таким интересом. Организатор и сам из Днепропетровска перебрался в Штаты четверть столетия тому назад, превратив запущенное фабричное помещение в престижную галерею, куда посмотреть на новинки запросто знаменитости захаживают. Вот Дэвид Марголик. Легенда журналистики. Один из редакторов Ньюзвик и Ванити Фейер. Человек, отдавший 15 лет Нью-Йорк Таймс. И четыре раза на полицеровскую премию номинировавшийся. Не существует никакого секрета, как достичь успеха в Нью-Йорке. Нет никакой формулы. Те, кто ее ищут, всегда в проигрыше. Лишь на тех, кто остается с собой, этот город обращает внимание. Вот Джейн Кучна. Специально пришла на работу украинцев посмотреть. Искусствовед, которая в Нью-Йоркской Мекке искусства. С Метрополитен Мюзеем работает. Выставиться в престижной галерее в Нью-Йорке – это шанс однажды утром проснуться знаменитым. Это действительно так. И мечта об успехе греет многих. Чтобы быть замеченными, на Бродвее люди со всего мира едут. Но успешными становятся единицы. Привезти сюда две-три работы, выставить их где-нибудь. Никто не знает где. Сказать, что у меня по Лавицинскому Нью-Йорке, некоторые это делают, но это так, это игра. Попасть в Нью-Йорк, чтобы с тобой занимались, чтобы тебя серьезно выставляли, чтобы тебя видели, чтобы о тебе писали, чтобы тебя показывали, чтобы тебя покупали, серьезные коллекционеры, и американские, и европейские, это нелегко, скажем так. О них станут говорить и писать. Будущее весной так вообще постоянную экспозицию сделать задумали. В том числе и для того, чтобы об Украине в Америке перестали говорить только как о стране, раздираемой войной, коррупцией и конфликтами. А вспомнили, что в ней еще очень много талантливых людей. А это, если честно, куда важнее. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.